добрый день дорогие зрители канала ваша дача вами татьяна башмакова я рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я расскажу о двух самых важных подкормках и очень необходимы особенно первой подкормки которые надо сделать чтобы вырастить хороший урожай томатов перцев и баклажанов напоминаю что до пикировки мы свою рассаду перцевых баклажанов неважно пикировка позднее как моем случае это была поздняя пикировка только вчера меньше суток даже вот этим распикированным растением но все равно не удобряем до пикировки после пикировки растением чтобы приняться начать пускать корешочки пуститься в рост надо не менее недели обычно это 10 дней тоже никаких подкормок то есть мы не смотрим какого возраста у нас рассада а именно удобряем хорошо укоренившиеся распикированные растения так как любое любая подкормка она может навредить не вовремя когда наши растения примутся вот у меня есть пример есть у меня ранние баклажанчики которые давно распикированы и вот и несколько штучек из них вот эти вот их даже видно они вот гораздо крепче в среднем получается у растений уже четыре листика обычно то есть два выросших и два следующих начинают расти вот такой возраст рассады как раз для первой подкормки какая же должна быть первая подкормка я вам раньше рассказывал это давно проверено что необходимо именно таким овощам на ранней стадии надо дать много фосфора для этого используется минеральное удобрение никакими органическими мы этого сделать не можем поэтому лучше это амофос водорастворимое удобрение вот у него здесь содержание фосфор азот калий 12 азота 52 фосфора и 0 калия бывает диамофос диамофос или дему не фосфат еще говорят здесь будет больше именно фосфора тогда немножко меньшую надо дозу его класть сколько мы берем уже я промеряла именно таки вот такой вот крышечкой много лет пользуют крышечками на должна быть низкой невысокая крышечка гранулы здесь такие кругленькие большие и поэтому по весу получается вот такая вот крышечка без всякого верха даже не до конца наполненная это на двухлитровую бутылку я обычно подкармливаю не удобно бутылкой а там вы рассчитываете хотите взвесьте это согласно инструкции именно та доза которая нужна согласно инструкции но недостаточно вот этого содержания азота чтобы и усваивался хорошо фосфор и в то же время наши растения продолжали расти поэтому нужно обязательно в это же время добавить азотное удобрение кажется азотное удобрение я люблю использовать карбами карбамид он нейтральный имеет большое содержание азота и карбамида надо вот в два раза меньше как бы по крышечке визуально всегда лучше меньше удобрения чем его переизбыток что касается амафоса амафос хотя удобрение растворимое но у разных производителей он разный и растворяется совершенно за разные сроки поэтому мы наливаем обязательно его воду комнатная может чуть-чуть теплее комнатной температуры и некоторые растворяется 10-15 некая на постоять полчаса вот он у меня постоит я его перемешаю и только тогда выливаю бутылку раньше выливала бутылку если попадаются плохо растворимое потом очень сложно рассчитать потому что не растворяется как раз поста азота весь седах очень хорошо растворяется сейчас растворится и покажу что буду делать дальше прошло 15 минут эмофос довольно хорошо растворился есть кое-какие там еще гранулки но их немного теперь можно добавлять уже и азот которая растворяется фактически мгновенно всегда кстати вот я вот такие коробочки пересыпаю все удобрения и комплексные для питуней сейчас удобно контейнеры закрыты особенно все что азотосодержащие так как очень гигроскопичное удобрения азотные и они начинают впитывать влагу мало того что они сами меняют своим как бы внешний вид но улетучивается при этом азот поэтому когда мы открыли удобрения лучше их пересыпать закрытые емкости аккуратненько переливаем не растворилась можно просто до растворять какая же доза нужно вот такому стаканчику с одним двумя растениями примерно вот я промеряла достаточно чайные ложечки кто хочет ложечкой можно вот так вот ложечкой аккуратненько я это делаю на глаз и вот таким тоненьким носиком самодельной бутылки очень удобно почему можно направить именно с краю то есть мы не стремимся налить полностью удобрения мы стремимся его под краем направить стаканчик и до этого естественно мы делаем полив хороший полив или можно удобрение ничего не случится с растениями если нам удобнее удобрить по сухому мы удобряем и следом сразу поливаем поливать надо не сильно обильно так вот я просто уже приловчилась а какое сколько примерно получается чайная ложечка это первое удобрение не забываем удобрить и второй раз второй раз удобрять надо не скоро наши растения после этой подкормочки при поливе освещение теплее будут прекрасно расти и следующая подкормка она уже будет не раньше чем через две недели и тут мы уже можем прибегнуть к органике и следующая подкормка должна быть комплексной нее должен уже входить калий то существует ошибочное мнение что калий нужен для плодовый поэтому мы будем подкармливать когда наши плоды завяжутся не надо подкармливать растение заранее всеми элементами но я вот доверяю больше вот таким не важно какая упаковка здесь написано честно органоминеральное удобрение с микроэлементами и написан состав то есть в составе примерно одинаковое количество азота и калия и фосфора немножко минут примерно одинаково есть гумат натрия гуминовые кислоты микроэлементы то есть все что нужно наши рассаде вот гумат калия отдельно купили я бы его сама бы я его не купила такой потому что это гумат это очень хорошо это те же гуминовые кислоты они улучшают грунт они не несут никакого вреда организму они делают ну то есть удобрение абсолютно безопасным и полезным но здесь совершенно нет состава здесь просто написано поскольку надо его добавлять а все-таки хотелось бы знать какое содержание и будьте осторожны с гумисолами гуматами они часто содержат очень много азота и мы даже не замечаем как наша россия начинает вытягиваться и вместо цветочков вместо плодов мы получаем поздний урожай мощные стволы и листья поэтому почему я вот взяла тут я таким удобрением удобрила фиалочки вроде написано для фиалок они пошли расти в листья то есть количество азота здесь оказалось гораздо больше чем нужно просто написано нет здесь есть количество азота написано его даже меньше чем калия но реально почему-то гумат после гуматов растения тянутся поэтому один раз мы еще выобряем органикой но смотрим чтобы азота было немного азот особенно в условиях помещения растения не очень нужен он нужен будет потом уже в грунте когда они заложат цветочек хотя бы в такой форме которая мы еще не будем видеть вот тогда уже будут следующие подкормки о чем мы будем с вами потом подробно разговаривать на этом на сегодня все не забудьте удобрить свою рассаду не спешите но и не пропускайте очень важные подкормки особенно первая подкормка она важна а следующее имя в какой как даже обглянуть рассады с на следующей подкормки я вам еще напомню на сегодня все оставайтесь нашим канал и до новых встреч